Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей на канале Инстафорекс ТВ в студии Марина Генералова. По темпам восстановления экономика Великобритании заметно опережает все развитые страны. Однако, как показало начало этого года, и в Соединенном Королевстве есть уязвимости. Дефицит баланса видимой торговли в январе увеличился с 7,7 млрд до 9,8 млрд фунтов из-за сокращения экспорта до 1,5-годового минимума. По данным Национального бюро статистики, сильнее всего снижение спроса ощутили производители лекарств и самолетов. Дефицит торгового баланса, который учитывает как товары, так и услуги, также вырос сильнее ожиданий. Отрицательная сальда достигла максимального уровня за последние 4 месяца – 2,5 млрд фунтов. Без учета торговли со странами Евросоюза дефицит составил около 4 млрд фунтов. Также сегодня британские власти сообщили, что рост в строительном секторе в январе составил 1,8%. Предложение на рынке жилья Великобритании по-прежнему не успевает за резко увеличивающимся спросом на дома. Так что потенциал для роста у строителей огромный. Пара фунт-доллар во второй половине дня снизилась почти на 30 пунктов до уровня 1,65,95. Рост британской экономики в прошлом году был обеспечен за счет внутреннего спроса. Банк Англии неоднократно подчеркивал, что для гармоничного развития в стране также необходимо наращивать объемы производства и экспорта. Но, судя по расширению торгового дефицита, пока этого не произошло. Ну а у нас на сегодня все новости. Увидимся завтра в очередных выпусках новостей на канале Инстатв. До свидания!